Продолжение следует... Это шаг, но это не шаг. Это рысь, но это не рысь. Это пиафы, но это не пиафы. Это пассаж, но это не пассаж. И прямо сейчас правильный ответ на этот вопрос даст Валерий Тишков, мастер спорта международного класса по выездке, призер Всемирных конных игр и Большого Ахинского турнира. Здравствуйте! Ответ на этот вопрос звучит так. Это полушаги. Вот как это выглядит. Полушаги – это связующее подготовительное упражнение к пиафы. Оно выполняется как шаг, но механика движения как на рыси, то есть шаг в два такта. С помощью выполнения полушагов мэтры прошлого улучшали способность лошади нести себя за счет сокращения и принятия веса на задние ноги. Полушаги также применялись и для совершенствования качества самих движений. Желаю вам успехов и гармонии с вашей лошадью. Благодарим всех участников, кто постарался дать верный ответ. И, конечно, поздравляем победителя. Подарочный экземпляр первой книги-трилогии «Русская школа верховой езды» с автографами авторов отправляется победителю. Ну а теперь пришло время второго вопроса. Напоминаю, что первый, кто даст верный ответ на него, получит в подарок первую книгу-трилогии «Русская школа верховой езды». Обязательно ознакомьтесь с правилами участия в этом конкурсе в описании под этим видео. Мы с вами не случайно находимся в клубе «Продар» напротив памятника великому Джеймсу Филлису. Именно о нем пойдет речь во второй загадке. Итак, как сам Джеймс Филлис выполнял такие упражнения, как траверс и ранверс, при том, что большинство его выступлений проходили на круглой цирковой арене? Правильный ответ и следующий вопрос мы опубликуем через неделю. Ставьте лайки, пишите комментарии и следите за нашими обновлениями. Продолжение следует...